Всем привет, друзья! С вами Amway921 и сегодня мы разберемся с объектом 416. Это советский средний танк 8 уровня, о нем мы недавно вспоминали, когда говорили о том, что разработчики планируют эту ветку из трех машин, то есть его и две выше, перебалансить. Также речь шла о том, что этот танк вообще разработчики хотят из игры вывести. То есть он якобы сложный, он якобы не подходит по каким-то вообще концепциям в эту ветку, у него и башня неполного вращения, да и вообще очень странный для среднего танка, что скрывать один только внешний вид, чего стоит, ну правда это хоть и не главное. Однако в прошлом патче разрабы его перевели в HD качество. Зацени какая красивая теперь сковородка, это его стоковая башня, которая как будто прям напоминает либо таз, либо ведро какое-то спиленное, да расширенное. В общем, ну залюбуешься и засмеешься. Странно, с одной стороны, как так? Разрабы вроде бы хотят танк из игры вывести, а сами делают для него HD модель, что-то не сходится. Но не может же быть такое, что работа по разработке этой модели будет насмарку. По бронированию никаких изменений у танка нет, за небольшим исключением. Сама башня стала визуально гораздо приплюснутее, чем была раньше. Как будто бы где-то примерно раза так в полтора. То есть силуэт еще ниже стал. А миллиметры все те же остались на тех же местах. То есть назвать, что этот средний танк что-то отбивает нельзя. Ну и назвать, что он прям совсем картонный, да, и любые ваши фугасы в лоб примет, тоже нет. Во лбу башни там вовсе вон 110 от нее часто отскакивает. Ну в общем, броня, собственно, это не главное. Главной в этом танке это всегда была пушка. В ней одно из уникальных качеств это урон в минуту. Пушка настолько часто стреляет вкупе с тем, что имеет еще очень высокий разовый урон для своего уровня в 320, что позволяет сказать, что данный танк вообще самый-самый большой чемпион в ДПМе. Это на самом деле большого стоит, потому как я помню, когда киберспорт еще игрался там, включая восьмые уровни, эту сковородку брали очень часто. Ведь помимо большого разового урона ДПМа, еще у него есть и кумулятивные боеприпасы, которые вообще пробивают 330 мм. То есть по факту это пушка от старой 54. То есть в какие-то проблемы ты не пробиваешь кого-то с бронепробиком в 201, ну как бы кумулятивным в 330, и там уже и Е100 не помеха, и маусы, да и вообще это бронепробитие уже хорошего танка десятого уровня, а здесь восьмой. Единственная правда, чем мы расплачиваемся, это именно за то, что вот он такой вот голову взад не повернешь. Суммарный угол поворота башни составляет 150 градусов, а именно налево 75 и направо 75. Да и плюс вниз пушка вообще почти не склоняется. У нас там целых три градуса. Куда там с ними? Не знаю. То есть от рельефа танк очень и очень чувствительный. Бывает иногда не заметишь и случайно передняя часть танка найдешь на какую-нибудь маленькую кочку, да просто на какую-нибудь там, не знаю, насыпь, и уже пушка не опускается, чтобы по врагам нормально постреливать. То есть проблем как бы много, но они все, что называется, лечатся тем, что вы просто к ним должны привыкнуть и их иметь в виду. То есть танк не простой, если вы его осваиваете, то он становится сверх крутым. Знаю многих игроков, которые вообще его просто обожают вследствие именно этого. Ну, урон в минуту и все остальное. Мало того, у танка еще есть совершенно уникальное качество, благодаря его вот такому низкому силуэту. Это просто фантастическая маскировка. Чтобы вы понимали, в нашей игре огромное количество танков. Так вот, из всех танков, всех-всех-всех уровней, даже самых маленьких, там, третьих, вторых, у нашей сковородки показатель маскировки ТОП-8 среди всего этого списка. Это настолько дофига, чтобы вы понимали, что этот танк практически как УДОС по маскировке. Тот, правда, чуть по замаскированию будет, но у него ПТ-шка как бы. Там плюс есть еще классовый бонус. Всегда ПТ более незаметно, даже одинаковых габаритов, чем другие типы танков. Однако вот, то есть он настолько незаметен, и до тех пор, пока ты не светишься, ты можешь столько набрасывать, с ума сойдешь. И вроде бы кажется, ну, блин, не люблю вот такие танки, где нужно там стоять за спинами, издалека набрасывать маскировка, там все такое. Да и не в этом даже смысл. Смысл еще и в том, что сейчас нынешний матчмейкер устроен таким образом, что мы максимум, кого видим напротив себя среди старших уровней танков, это три десятого, уровня, и все. То есть всякий девяток и восьмерок нам не обязательно от них, скажем так, прятаться. Часто бывают ситуации такие, как это, совершенно городская карта, и вот где ты тут найдешь какой-нибудь такой вот, ну, типа прострел, да, дальние дистанции, чтобы о тебе никто не знал, да нигде, в общем, и это и не проблема. Ну, данный бой такой, скажем, разогревочный, чуть дальше мы еще об этом поподробнее поговорим. Ну, а пока хочу лишь остановиться вот на чем. Давайте попытаемся разобраться в причине, по которой разработчики хотят этот танк из игры вывести, как мы уже слышали в новосях. Хотят. Еще не обещают, что выведут, еще, может быть, и оставят, но вот хотят. В чем причина? Причина здесь проста. Дело в том, что этот танк действительно непростой. То есть игроков, умеющих, в нашей игре не так все-таки много, как хотелось бы. И у него процент побед за все время является самым плохим среди всех-всех-всех средних танков восьмого уровня. И кажется, вроде как, ну, почему? Оказывается, вот его сложная концепция. То есть реализовать маскировку и урона в минуту, при этом не подставляясь каждый раз, это довольно такого многого стоит. Вот смотри, кстати, бой на Химмельдорфе. Казалось бы, да, где моя маскировка, где мои прострелы? Вот, до врага чуть-чуть-то там, сколько? 400 метров, еле-еле. И я даже при стрельбе не свечусь. А там вроде бы ПТшка. И кто ее знает, может быть, у нее там стоят рога или еще чего-то. И нет, без проблем. 375 метров я по ней стреляю, она меня не светит. Ну, то есть обычному игроку сложить в голове довольно сложно все эти его минусы, чтобы остались только одни плюсы. Ну, то есть каким-то образом нивелировать все его там недостатки. Аккуратно играть там, всегда мерить там эти метры, понимать, с каким обзором против тебя противник. То есть тут требуется, ну, целая пачка знаний. И они вознаграждаются, да. То есть игроки хорошо играющие, на этом танки набивают столько, прям с ума сойдешь. Плохие, наоборот, очень мало. И даже процент побед за последние, там, 4 недели еще хуже стал, чем был. То есть был-то хуже некуда 48, а стал вообще 47 с половиной. То есть укатился. Ну, а разработчикам что? Это как бы типа сигнал. Танк не востребован. Пункт номер один. Танк сложен и неинтересен и не тащит. Ну, там 2 и 3, соответственно. И нужно это все менять, чтобы игроков стимулировать и эту ветку в том числе качать. Вот, как я понимаю, основные причины, по которым они это все пересматривают. Ровно как и это было же сделано с альтернативными британскими бабахалками. Там и FV4005 на конце. Типа там конвой и все остальное. Про это вам тоже рассказывал. Но вот при этом у меня совершенно в голове не умещается, на кой тогда леший нужно было делать HD модель для танка. Это много работы. Много человека-часов. Вот я так понимаю, стоит денег. И, собственно, а зачем, если это все на свалку? Ну, тут мы вспоминаем самый такой простой хэт-трик, который Wargaming делали с всякими там Лоррейнами. И помните, что они делали из игры? Мы, конечно, его вам выведем, заменим его на батшата очередного. Но потом, внезапно, и вы так порадуетесь, и введем его в качестве према. Ха! Думаю, здесь будет примерно та же история, если, конечно, до этого дойдет. То есть, если его будут выводить, то стопудово в игру вернут. Ну, не могут же они просто так сделать HD модель, чтобы ее там в шкаф убрать и задвинуть. Нет, наверняка он явится в виде прем-танка. И это будет необычный прем. В отличие там от того же СТГ или гвардейца, который имеет большой раз в урон, но неудобную пушку, и там немало брони, и не совсем много маскировки, у нас вырисовывается гораздо более интересная концепция. Это что-то тут типа как вот СТРВ-С1, как УДАС почти. Только без этих ваших там сосадных режимов. Тут не нужно становиться как бы на корячке, чтобы разложить свое орудие и быть готовым к стрельбе. Нет, ты просто отстрелялся, убежал, переехал, и там пилишь всех налево и направо. Я даже боюсь представить, что танк этот обычно делает в боях вот такого уровня в топе. А если представь какая-нибудь карта, которая еще больше позволит, чем Химач, какой-нибудь там, не знаю, топь, на топе от маскировки, от рельефов можно столько набрасывать. С ума сойдешь. Да, может быть, не каждый раз попадаются хорошие карты, но любые карты получаются для нас, если имеются руки и голова подходит. И городской Химмельсдорф, пожалуйста, такие проблемы. И какие-нибудь просторные песчаные реки или степи, тоже там есть целая масса возможностей проявиться. Все благодаря тому, что если уметь, если уметь играть в дистанцию, если правильно быть готовым всегда к тому, что, допустим, враг направление прорвал, сейчас они толпой приедут в какое-нибудь там направление, ты должен уже об этом подумать заранее, встать на позицию подальше, и все, светить там, долбить и все остальное. Набивать благодаря урону в минуту можно просто огромную кучу. То есть ты можешь осаживать там 3 танка, допустим, пусть даже фуловых, каждый из них там за, не знаю, секунд 20 получает от тебя 3 раза, это минус 1000 хп, для восьмерки это почти все хп. В итоге, лично у меня, пока я играл на этом танке, сыграл не так и много боев, да что тут много боев сыграть, и так все понятно. Этот танк, ну, чуть ли не имба. То есть он замечательный, как я вот раньше говорил, мне нравится такое выражение, умножитель, да, то есть если ты прямо скилловый, то он умножит твой скилл намного, если нет, то ненамного умножит, но если ты скилловый, он очень и очень хорошо вкатывает. Другое дело, правда, что сама его ветка сейчас, ну, правда, не особо интересна, в связи с того, что есть гораздо интереснее машины, даже взять нынешнюю ветку обычной, там, советской кастет, типа, 54 и дальше, то дальше этого танка многие и не качаются. Вот разрабы, как я понимаю, именно это хотят исправить, тем временем этот танк вообще из игры выведя. Лично мне тем это не очень нравится, это танк сверх МБА, если он у вас сейчас есть, или вы собираетесь его качать, и делайте это пока не поздно. А на сегодня все, если было интересно, поставьте лайк, подписывайтесь и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok